Жильцы Кенишемской девятиэтажки в минувшую ночь остались без крова. В 22.50 спасателей вызвали в дом номер 64 на улицу Щерса. Горел балкон на седьмом этаже. Из здания тут же были эвакуированы 600 жильцов. На месте чрезвычайной ситуации работали 83 человека спасателей и 17 единиц техники. На полную ликвидацию пожара потребовалось меньше часа. Однако огонь распространился не только по седьмому этажу. Две квартиры выгорели полностью, еще 14 повреждены частично. Ночевать в свои квартиры вернулись все, кроме жильцов наиболее выгоревшего подъезда. Во вторник утром озвучили наиболее вероятную причину пожара. Достоверность 90% это неосторожное обращение с огнем, брошенный окурок с 6, 7 или 9 этажа, который попал на балкон 5 этажа. Это первая причина. Вторая причина это захламленность балкона всем чем угодно, горючими материалами, в том числе и пластиками, которые выделяют едкий дым. И поэтому это беда всех городов. И если каждый из нас сейчас зайдет на свой балкон, посмотрит, тоже найдет там очень много интересного, ненужного, которое жалко выкинуть, на носе лежит. Хорошо, если балкон закрыт, застеклен. Другое дело, сейчас тепло, окна открыты и никто не гарантирован от такой ситуации. Из самих жильцов никто не пострадал. Погорельцев на время отправили в местные профилактории. Для них открыт пункт сбора гуманитарной помощи. Областные власти обещают помочь средствами. Погорельцам, пострадавшим, мы, естественно, будем помогать из бюджета, но граждане должны понимать то, что кому-то дать из бюджета на новую статью расходов, в том числе даже на эту непредвиденную чрезвычайную ситуацию, мы должны с какой-то из статей снять. Кенишемские власти уже обратились к резервному фонду. На восстановление жилья они выделили 3 миллиона рублей. Елена Белова, РТВ Иванова.